Пишет мне учительница по математике со школы моего сына. Скидывает вот это вот и говорит, ваш ребенок не понимает, что здесь написано. Так я тоже, блядь, не понимаю. У меня сын, оказывается, не сдал тест, просто потому что он не знал, что написано в задании, что от него требуется. И учительница говорит, мы во втором классе, второй класс, вот это вот читать уже не учим. Возникает вопрос, что вы хотите, чтобы я его научила китайскому? Они такие, ну да. Твою мать, я для этого его отправила в китайскую школу, чтобы его научили вы. То есть это частная школа, за которую я плачу кучу денег, специально, чтобы ребенок там оставался после занятий, ему помогали делать уроки и объясняли. То есть я вежливо попросила учителя, что вот эти косяки объясните сыну, потому что он поймет больше, чем пойму это я. Но это еще ладно. Тут мне не так давно жаловалась учительница по китайскому. И просила отработать с ребенком тона и произношение. Я иностранец. Я понимаю, ты, пожалуй, что он по-русски плохо говорит. Но предъявить мне, чтобы я научила ребенка правильно произносить китайские тона, блядь, ты же учитель по китайскому, научи его, я за что такие деньги плачу? То есть, ну, это какой-то, не знаю, капец, потому что частные школы, они в Китае очень дорогие.